СПАРТАК 1-0 В следующей минуте. Кто тогда мог подумать, что этот мяч станет единственным и решающим в матче. Потом с поля уйдет и Вагнер, который делает сейчас передачу, и Карвалью, который открывает счет. А счет таким и останется. Несмотря на все усилия Титова, который вот бьет поворотом Акинфеева. Акинфеев сегодня молодец, все сделал четко. Ну, в двух эпизодах, может, понервничал. А так все было здорово. Со мной вратарь нашей сборной сегодня подтвердил свой класс. Момент был у Дуду. Встали на пути защитники Спартака. И вот снова великолепный пас Титова. Как он вывел? Как он вывел Родригеса. И вот видите, Родригес не воспользовался таким моментом. Вот посмотрите, что делает. Удар. И, ну, что сказать. Великолепно играет Акинфеев, между прочим. Даже как-то поначалу показалось, что просто не точно пробил Родригес. Оказывается, свои ворота спас Акинфеев, как мы видели по повтору. Валерий Газаев. Его команда сегодня одержала победу и приблизилась в чемпионской гонке к московскому локомотиву. Сейчас разница всего лишь два очка отставания. Но, правда, локомотив в запасе еще сегодняшняя игра с торпеда. Красич один из трех замененных сегодня в составе ЦСКА. Все три замены у Газаева были вынуждены из-за травм. И вот удар по воротам. Как последняя надежда защитник Видич пошел. Видите, уже покинувший поле Павличенко и Моцарт. А справа Бояренцев. Гульченко сидит между двумя похожими. В пор загадывать желание. И как они схватились за голову. Мог забить Видич. Красивый удар. Но отвечала выпадами и армейская команда. Молодые Самодин и Салугин сделали то, что от них требовалось. И ликует тренер обладателей Кубку ИФА. Шансы у ЦСКА сохраняются. Ну что же, еще раз спасибо Николаю Писареву. Спасибо Евгению Иванову, нашему режиссеру Ольге Журовой, редактору трансляции. С вами были Николай Писарев и Виктор Гусев. Была прямая трансляция Первого канала. Всем хорошего. Берегите себя.